25 лет помощи и добра. Вот уже четверть века об одиноких стариках и инвалидах города и района заботится Муромский комплексный центр социального обслуживания населения. На дне открытых дверей, посвященном юбилейной дате, побывала Елена Петрова. Свой юбилей Муромский центр социального обслуживания населения встретил в рабочем режиме. Пенсионерка Татьяна Шмуратко пришла в учреждение с просьбой помочь ее престарелой соседке, оставшейся без попечения родных. Бабушка старенькая и хотелось бы, чтобы ее социальный работник сопровождал ее в больницу. Я знаю, у нас еще в доме есть женщина, которая пользуется этими услугами. К ней приходят, убирают. Никто не должен оставаться один на один со своей старостью, болезнями, одиночеством. Сотрудники центра стараются сделать осень жизни достойной. Здесь могут работать люди действительно с открытой душой и с очень большим сердцем, которые выслушают, поймут и действительно приласкают и станут, как мы всегда говорим, вторыми мамами. Предоставление социальных услуг на дому – самое востребованное направление работы. Ежегодно его выбирают 460 пожилых людей и инвалидов. 25 лет у нас старейшее отделение – это надомные социальные обслуживания. Как уже сказали, у нас их 5. Как работаем мы в городе, так и в селе работаем. Ухаживаем за одинокопроживающими людьми. Также у нас работает мобильная бригада. Это работает машина и в ней входит в состав 3 специалиста по социальной работе. Именно в отдаленные населенные пункты. Татарова, Ожегова, Алишунина, Весьмуром. На маршрутной карте социального обслуживания тревожными маячками отмечены дома, в которых одинокие люди ждут помощи и общения. Социальный работник может приходить как один раз в неделю, так и пять раз в неделю. У нас в настоящее время мы работаем по нуждаемости получателя социальных услуг. Все зависит от потребностей наших получателей. Одна из новаций комната социально-бытовой адаптации для обучения инвалидов и ухаживающего персонала правилом пользования техническими средствами реабилитации бытовыми навыками. В феврале начала работу школа по уходу за тяжело больными гражданами. После инсульта, как правило, многие люди учатся жить заново. И цель создания этой школы здоровья как раз помочь обучить родственников, тех людей, которые осуществляют за ними уход, общим навыкам, чтобы помочь в реабилитации тяжело больных. Более восьми лет продолжается обучение людей пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности. Таких уже порядка трехсот человек. Работает интернет-кафе для пенсионеров. На базе центра организован клуб «Тропа здоровья», в котором граждане пожилого возраста занимаются скандинавской ходьбой с палками. За четверть века социальными услугами было охвачено 13 тысяч жителей Мурома и района. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости, Муром.